Тропикан Первое задание в прошлом видеоролике было достаточно простое, то есть нам вот эта госпожа Эллен Дюпон Меркель предложила удовлетворенность по работой сделанной и нужно пригласить ее в посольство. То есть сейчас один контракт у нас будет готов. Приглашаем Евросоюз в посольство, задание выполнено. Вообще просто изич, хвалить я их не буду никак. Документы впечатляют, президент. Все четыре сотни и тридцать пунктов согласованы с первой попытки. Неслыханно. Согласен. Здравствуйте, бюрократы. Спасибо, бюрократы. Новый путь. Сейчас у меня с ним есть контракт. Сразу можно поставить им шоколада. Вот сюда. По увеличенным каким-то ставкам. Я контракт на мелкое количество подписываю, потому что шоколад все равно произвести нужно будет. Вот. Что-то типа того. Я надеюсь, у нас сейчас сильного кассового разрыва не будет, потому что мы перешли в следующую эпоху. И нужно будет сейчас посмотреть следующие контракты. Следующие контракты по заданиям. У нас, значит, есть Китай, посол Джан. С китайцем нужно будет... Он просит ресурс шоколада, он там по очень низким ценам попросит его у нас. Тогда тоже контракт выполнится. Это второй контракт. Я его тоже приму, скорее всего, сейчас. И третий нужно будет либо одобрение у этого человечка получить. Но это, в принципе, легко раскачать. Просто посольство приглашаешь. Вот. Здесь повысить уровень указа разрешения на оружие. Это тоже вообще изично. Может быть, даже легче, чем пригласить вот это в посольство будет. И может быть, даже легче, чем с Китаем. Поэтому я сначала, наверное, Рэймонда Кинга, вот этого товарища американского, приглашу. И приму указ разрешения на оружие. Если я его, конечно, могу сейчас принять. Так. А указ у меня... Разрешение на оружие. Исследования у меня заблаговременно были, в принципе, прокачаны. Так. Указ. Отношения с милитаристами на 15. Отношения с милитаристами на капитализм для леоя 3 рубля. Нельзя быть по-настоящему. Так. Разрешаем указ. Потому что наша задача выполнить то, что он просит. И принимаем. Приглашаем США в посольство. Все. Сейчас нужно дождаться будет, когда будет выполнено. Потому что один из трех. И третье задание, которое здесь нам предстоит. Я все же думаю. Либо с этим договориться. Либо в Китае поставить шоколад. В принципе, и то, и то легко. Проблем каких-то вызвать не должно у нас. Я думаю, что шоколад в Китае продать проще. В целом. Я не хочу строить еще одно посольство. Лень. Так что давай, принимаем его. И будем сейчас потихонечку завершать нашу вот эту миссию. Итак, наша задача сейчас просто не просесть по казне. Я надеюсь, у нас дохода будет достаточно, чтобы... Так. Давайте посмотрим вообще. Прибыль. Семьдесят четыре, три. Это сто. Сто десять. Сто двадцать. Строительство на разное. Блин. А, ну тут понятно. На строительство много ушло. В итоге у меня плюс двадцать идет в месяц. Так что это хорошо. Можно, конечно, даже... Было бы контракт с кем-то заключить. Но контракты у меня пока что заключены на шоколад с Евросоюзом. Скоро я на Китае еще заключу. Но пока что все сложно. Хотя шоколада здесь, в принципе, хватает. Граждане требуют провести выборы, президенты. Похоже, они хотят сами решать, как ими надо управлять. Я сейвы не... Пенультим. Остановись. Я сейва никакие не делал, поэтому у меня рейтинг по-прежнему высокий. Я речь никакую произнесить не хочу, потому что это долго. Так что пускай голосуют, как хотят, все равно я выиграю. Не хочу вас напрягать. Но решение мне нужно как можно скорее. Так, это мне ничего не интересно. Исследование рейды. Давайте сделаем рейды. Можно, кстати, центр кибероперации было бы построить. Но я буду просто сейчас сокровища воровать. Ты давай это за кошмарь. А ты тоже охота за сокровищами. Все остальное мне не нужно. У меня потому что денег хватает, чтобы выиграть миссию. Я надеюсь, все будет успешно и хорошо. Шоколад поехал. Так, следующая... Торговля. Это с Китаем нужно сделать. Шоколад с Китаем минус 50%. Тоже на 5000. Так, правильно ли, да? Да, торговый путь в Китай. Просто удостовериться. Подписываем контракт. Ну и все. И ждем, пока разрешение на оружие прокачается. И в принципе, мы, наверное, выиграем эту компанию. Эту миссию, точнее, в компании. Что-то бунгало загорелись. Ну, кто-то, видимо, из туристов пьяный был. Жег пьяный до такой степени, что все загорелось. Давайте-ка улучшим. Мира. Можно добиться лишь превосходящей огневой мощью. Молитвой не обеспечить... Так, хорош. Штаб Минобороны, товарищ, просит у нас. Штаб Минобороны. Мне что-то не надо, что это не надо. Ну, давайте вот так сделаем. Выполнять, конечно же, ничего не будем. Ну, все продолжает у нас потихонечку работать. Можно в целом было бы закупить какао и сахар. Запретить их продавать. Вот, и шоколад бы очень быстро бы наделался. Шоколад ни в чем не виноват. Не получилось, не фортынуло. Так. Не паникуйте, президент. Остановитесь. Разрешение на оружие. Да, придется ждать. Ну, копится потихоньку. Вам назначено? Отлично. Встаньте в очередь текущей встречи. Я скоро к вам подойду. Так, посольство Музея современного искусства. Вот, принимаем, но строить я, конечно же, не буду. Зачем строить, если можно не строить? Ведь у нас цель задания это победить. А победить это значит завершить торговые пути. Контракт. Давайте проверим, сколько тут у нас. Шоколад и шоколад. Почему-то он вначале в Китай продавать начал. Забавно. Могуля как-то качество работы повышается на 20. Да, давайте купим. Меня, в принципе, это устраивает. Больше делать будут. Но я сейчас посмотрю. Если какао все же начнет просаживаться, я его закуплю за границей. Потому что мне деньги позволяют. Надо знать, как сделать. Надо было давно это сделать. Так, где у нас какао и сахар. Так, какао здесь. Это я просто запрещаю экспорт на какао и на сахар. Тоже запрещаем экспорт. Все, сейчас они вывозиться не будут. Все повезут сюда. Будет делаться шоколад. Я надеюсь, это нам пригодится. Какая сделка вам приглянулась? Они все законны. Мне-то все совершенно не надо. Но я бы хотел посмотреть на вот это вот. 45 верующие. Ну, сойдет. Тут ничего страшного нет. В этой эпохе, в принципе, начинать можно в ней, конечно, по-разному. Но сейчас, когда все стабильно, смысла прыгать туда-сюда нет. Согласен. Абсолютно согласен. Делать я этого, конечно же, не буду. Проверять мы это, конечно же, не будем. Вот так это называется примерно. О, сфинкс. Норму. Народ бегает. Эй, президенты, дружище. У меня новость. Согласен. Делать я этого, конечно же, не буду. Сфинкс без носа. Тут надо тоже было какие-то ограждения у него сделать. Он же там раскопан постоянно у них. Насколько я помню. Раз, два, три, четыре. Че в древнем Египте курили, что они такую штуку сделали, а? И где у него хвост? Лысые котики. Лысые киски. Как бы это ни звучало. Уверен, что добрые граждане тропик. Пусть голосуют, как хотят. Проблем с этим все равно не будет. Что-то, кстати, с алюминием тоже беда какая-то. Возможно, у меня... А, безработные вакансии. С этим вроде все хорошо. Пусть и наймем. Ну что, контракты? Что у вас там? Шоколад. Да. Вот есть вот некоторая проблема в этой игре в миссиях. Вот когда вот такое получается. Я не знаю, почему оно так происходит. Может, я играю как-то неправильно. Может быть, просто миссии как-то неправильно спроектированы. Черт ее знает. Может, какой-то мега дом было бы построить. Давайте, кстати, поставим квартиру здесь. Я думаю, парочка квартир не помешала бы. Запугать соседей готово. Так, что у нас по... Надо еще разок, наверное, их прокошмарить. Тут еще, конечно, лачуги стоят. Согласен. Мы победили на выборах. Это очень хорошо. 112 тысяч у нас уже. Результаты прибыли. Победа Эль Президенте очевидна. Наш вечный главнокомандующий остается с нами. Ну, кто бы сомневался. Кто из этого может вас заинтересовать? Кинотеатр. Конечно, все законно. Давайте построим чертежный кинотеатр. Строить я его, конечно же, не буду. Смысла нет. Можно было бы, конечно, сделать проще. Все-таки построить. Шоколадные фабрики еще. И через закупки. Но... Ого! Это жрец? Как старомодно. Я играю за научного паладина полуэльфа. Ладно, президенты. Нам кое-что нужно для исследований. А еще наши игры лагают. Кто бы сомневался. А, бедняжка. Бедняжка. Кто бы сомневался, что ваши игры лагают. Так, два дома построены. Сейчас немножко жалеем. Ситуация, конечно, улучшится. Стражевая вышка. Отлично. Один контракт у нас готов. Это в Китай. Разрешение на оружие. Два из трех. Так, следующий контракт Евросоюз. И контракт... Куда там еще? В Соединенные Штаты нужен контракт. Президенты. Лодка может плыть по воде. Спасибо. Один контракт мы выполнили. То, что нам нужно. Осталось дождаться разрешения на оружие. Вы знаете, что математика это... Знаю. Царица наук. Хотя философия вроде у нас. Царица наук туда была. Сто тысяч. Ну что? Разрешение на оружие. Ну, давай. Соберись уже. В конце до концов. Тысяча шоколада. Ну, так-то шоколад довольно бодро идет. Мы сейчас, в принципе, встали уже. Как раз таки на путь истинный. Две фермы одного и две фермы другого снабжают полностью. Наши всякие вещи. Мне нравятся такие мировые лидеры, как вы. Да-да, спасибо. Можно подписать еще один контракт торговый. Так, шоколад в Евросоюз идет, да? Подписываем. И ждем. Блин, или все-таки построить еще завод. Ну, это иначе какая-то фигня вообще. Давайте построим. Хотя мне эти два контракта осталось. Чего? Я пока строить буду. У меня уже контракты все выполнятся. Ну, вот уже сколько? 1400 шоколада. Куда только это увезут, непонятно. То есть, по сути, осталось два корабля подождать. Осталось подождать... Ну, три корабля, может быть. Какая сделок вам приглянулась? Да никакая. Извините. Ничего не приглянулось. Главное сейчас следить, чтобы вот эти вот какие-то не начали тут мне ультиматумы выдвигать. Но это вряд ли. У нас тут, в принципе, все нормально, экономика работает. Так что ультиматумов никаких быть не должно. Продолжаем ожидать, пока у нас накрафтится шоколад. Да, какао что-то кончилось. Что-то у нас, наверное, не урожай, да, на какао? Нет, 800. Хотя нет, слушайте, стабильный везут. Производительность 93, 85. Кто там говорил, что производительность плавает? Не знаю. Стоит нормально вроде. Тут все хорошо, здесь все хорошо. Я, наверное, потихоньку буду жилье строить. На какие-то квартиры поменяю. Сюда можно одну воткнуть. Куда-нибудь. Сюда еще одну, где-нибудь. На всякий случай пригодится. Это что-то в лачугах живут. Ну что, сколько здесь? Шерсть, кукуруза. Тысяча шоколада. А продано у нас... Так, тысячу. Семьдесят один. Давайте, значит, что сделаем. Все-таки немножко поспособствуем. Так, сахар. Хорошо, сахар на 9 тысяч. И шоколад на 9 тысяч. Два контракта я подписываю. И сейчас построю шоколадную фабрику обратно. Я ее просто построю на ускоренном, чтобы быстрее это было. Вот так. Максимум. И сюда. Новые законы о праве на частную жизнь отменили это право. Спокойствие, истинные тропиканцы. Вы хороший человек, если никто нам... Не хочу вас напрягать. Пенультима. Пенультима люит почему-то президенту докучать постоянно. Иммиграцию я никакую менять не буду. У меня так все хорошо. Надо было только вот с этим зданием разобраться. Сейчас они сюда завезут. Я надеюсь. В принципе, без работы 18. Надо въезд ограничить нам. И поставить еще одну контору перевозчиков. Быстрое строительство. Сразу апгрейд максимальный. Максимум денег. Денег хватает. Надо было давно так сделать, чтобы сопли не жевать. А то получается ждем, ждем впустую, вхолостую. Какой смысл от этого? Ну что, завезли сюда? Сахар завезли. А вот с шоколадом какая-то беда. Да, и тут куда-то все люди разбежались. Работники, видимо, ходят туда-сюда, взад-назад, между своими жилыми домами и там еще какими-то заведениями. Из этого работа стоит. Шоколад поехал. Здесь. Тут какао нет. О, какао привезли. Тоже начали делать. Ну, сейчас достаточно... О! Торговый путь. А, ну это на этот... На ввоз. Шоколад, сахар. Сахар продавать не должны, а вот шоколад сейчас выкупят. Сколько, кстати, у них уже? Подожди. Что я сделал? Нафига я шоколад у них покупаю? Слушайте, а если покупать шоколад и перепродавать его? Блин, вот это я... Просто жизненько это называется. Я же какао должен был у них покупать. В комментариях мне напишут, что я полный нубас. Вот когда спешишь, всегда так происходит. Хорошо, сейчас я найду какао какую-нибудь. Если найду, конечно. Хотя, кстати, может быть, я открыл Америку. Блин, какао только у этих ребят. Вот это прикол. Давай, закупим. Контрабандой будем завозить. Я не думаю, что какие-то проблемы будут на международной арене у нас. Хотя, у меня же, по идее, контракт нужен. Может быть, надо было сразу сделать, закупить шоколад у них и перепродать. Игра же, наверное, не разбирается, какой я шоколад продаю, правильно? 1900. Короче, я фиг его знает. Может быть, так реально проще будет? Покупаешь просто огромную партию шоколада и контракты у вас завершаются. Президенте, шоколад Чачика стал настоящим хитом. Чудо-фабрика Вангмейстера закрылась, а ее рабочие оказались на улице. Ха-ха. Ха-ха. В общем, все понятно. Кто будет играть в эту компанию? Не строите нафиг эти дурацкие фермы. Лучше закупить. Лучше сделать промышленность и закупить ингредиенты. А вот с этими ребятами в финале лучше просто готовый шоколад закупить и перепродать. Ха-ха. Идеальная вообще схема. Да. Мои воспоминания размыты. Танцевали ли и пели маленькие люди? Или мы прокатились на лодке по реке замешательства? Я знаю, что мы выжили с рынка честного производителя высококачественных сладостей и заменили его дешевыми конфетами из кукурузного сиропа, которые продавали за счет кучи грязных трюков. Все ради прибыли. Не говори, Пинультин. Скупали левый шоколад? Да. Лимонадные моря? Пряничные берега? Президенты? Все было на много. Намного лучше. Вы это сделали, президенты. Победа за нами. То есть за вами. Да, никто не сомневался, что у нас все получится. Да, конечно, никто не сомневался. Возвращаемся к главному меню. Да, победа была. Если бы тут, конечно, не пинули темы со своими вот этими вот кассовыми разрывами, не вовремя вообще, то все было бы хорошо. Миссия бы, в принципе, была бы гораздо быстрее. А так, две основные ошибки. Не нужно было надеяться на эти поля, плантации, деньги так вливать. Это первое. Даже три, наверное, можно факта отметить. Второе. Это всегда нужно держать положительный баланс в миссии. Потому что вот это, ну, когда вы воруете чудеса света, потому что постоянно деньги просят. Ну, и на швейцарском счете тоже требуется держать, потому что там тоже могут просить. И третье. Когда просят они произвести какой-то товар и продать им, лучше все-таки его купить где-нибудь у барыг и перепродать. Это быстрее просто будет. Быстрее, выгоднее, эффективнее. Такие вот выводы. Что ж, на этом миссию мы заканчиваем. Следующая миссия у нас будет под номером 5. Миссия компании. Там мы будем немножко в пиратов играть, быть пиратским королем. Но это будет уже в следующий раз. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Пока-пока. Продолжение следует...